Всем привет! Меня зовут Снежана и сегодня я хочу рассказать вам о моей истории успеха. Прежде всего я начну с того, что для меня успех. Успех это не должность, не деньги, не что-то, что признали другие. Успех для меня это результат, который приносит удовлетворение. Моя история успеха будет касаться того, как встретить свою вторую половину. Почему именно эта тема? Я хочу о ней поговорить. Дело в том, что у меня огромное количество знакомых девушек, подруг, которые спрашивают меня, как это сделать, как ее встретить, эту вторую половину. Дело в том, что эта же проблема бывает и у мужчин. Но если у вас со второй половиной все в порядке, тогда моя история пригодится вам в том, чтобы устроиться на новую работу, на любимую работу, либо какие-то другие цели, которые вы считаете для себя нужными. Я точно по такой же технологии устраивалась на новую работу. Дело в том, что я всегда легко устраиваюсь на работу, но как-то так мне везло. И внешние компании, в которые я устраивалась, были действительно хорошими. Там была хорошая зарплата, там был красивый офис, там были какие-то бенефиты, там была интересная работа. Но все не мое. Вот мне было некомфортно. Я приходила, работала там какое-то время и понимала, что это не мое. То же самое у меня было с мужчинами. Мужчины были прекрасные. Прекрасные молодые люди, которых, ну правда, вот они хорошие были, но не мое. Я долго думала, как же мне это все сделать. И вот я собираюсь в Москву переезжать и понимаю, что я хочу создать семью. Естественно, я обращаюсь к теории формирования событий. Почему естественно? Ну для меня это естественно. Ведь она работает. На эту тему написано масса книг, но все это работает. Для меня основная сложность была в том, а как же понять, чего я хочу на самом деле? Как выбрать именно ту самую цель? И именно в этом мне и помогла вот моя вот это, ну так скажем, то, о чем я сейчас буду вам рассказывать. Как я это сделала? Я взяла листок бумаги, разделила его на две части. С одной стороны я написала все минусы, которые были у меня в прежних отношениях. Прям вот с самого начала, с самых первых отношений. Все, что нравилось, переписала в другую колонку. Все, что не нравилось, в эту. Следующий листок бумаги я взяла для того, чтобы переписать все плюсы. Ну это все просто, главное убрать повторяющиеся. А вот с минусами нужно поработать отдельно. Нужно минусы трансформировать в плюсы, потом трансформировать их для себя. Постараться максимально полно это сделать. Ну, например, ваш молодой человек не звонил вашей маме, не поздравлял ее с праздниками. Но вам это не нравилось, у вас это вызывало негативные эмоции. Тогда плюсом будет то, что он будет относиться с уважением, ну, будущий ваш, например, спутник жизни, будет относиться с уважением к вашим родителям, будет всегда о них помнить, поздравлять их с праздниками. И в этот момент у вас должна быть какая-то некая такая теплота, что ли, что вы должны понимать, что да, именно то, чего я на самом деле хочу. Когда я создала себе этот список, он был большой достаточно, вы делаете то же самое, я выделила всего лишь два или три качества, которые являются самыми важными, вот самыми-самыми. И следующий этап – это, собственно, формирование событий. Опять-таки в тишине, на листке бумаги я написала о том… Писать нужно именно в утвердительной форме, что я уже встретила этого человека, что вот он уже здесь у меня со мной. Я встретила этого человека, и я описываю, какой он, вот эти три качества. Я описываю, как мне с ним хорошо. То есть все вот прям… прям ощущаю себя там. Я прям чувствовала, что да, это все произошло. И дальше я сделала очень ключевую вещь. Я взяла этот листок бумаги, я его собрала и убрала его в долгий ящик, так сказать, не видя его. И переключилась на другие дела. Вот это самое главное, самое важное. Нужно забыть о том, что вы формируете события. Прямо вот переключиться. Думать о чем-то другом. Вспоминать, что у вас есть совершенно другие цели. И тогда, когда у вас вот все это получается, вот вы видите, что да, вот она моя цель, но я не думаю о ней. У вас обязательно все получится. Так я и сделала. Я убрала в долгий ящик, занялась совершенно другими вопросами. И вы представляете, каково было мое удивление, когда через какое-то время я нашла эту бумажку, и все, что там было описано, абсолютно все сбылось на самом деле. Вот на мой взгляд, моя история успеха может помочь и вам. И мне искренне очень хочется, чтобы она помогла вам. Дело в том, что просто история успеха о том, как преодолеваешь какие-то трудности. Да, конечно, это все полезно. Но здесь есть определенный инструмент, который, я думаю, поможет многим. Так что я желаю вам удачи. Я желаю вам успехов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.